вот эти узенькие фонари при наличии огромной такой попы в багажнике есть конечно орудие массового поражения присутствует это вообще ой-ой-ой слишком мягкая подвеска привет всем очередной динозавр из 90-х да как у меня в комментариях иногда пишут динозавр ну такой родной и любимый до многими тойота гайя вообще на самом деле их существует такая известная тройка автомобилей которые практически одно и то же только разные внешне каждая со своими нюансами и псу надя и гайя вот интересно да такими какими-то чуть ли не женскими именами до назвали надя я думаю реально надю означает ага я это от имени греческой богини земли да я вообще не знаю каким боком греческая богиня земли к минивэну семейному каким боком она вот это название сюда прижилось но тем не менее вот она вот такая и по сути она считается из этой троицы самая люксовая хотя конечно вы должны понимать что люксовость в автомобилях 90-х особенно ну народных таких в тойотах особенно это ну все так только слова по сути здесь конечно нету целой кучи шикарных функций здесь нету и какого-то нереально крутого салона но здесь есть долговечность сами понимаете до скольки лет эти машины живут и все еще ездят и причем то что они стоят весомых денег это же согласитесь о чем-то говорит ну естественно бренд toyota именно в отношении машины из 90-х из начала двухтысячных на все сто процентов себя оправдывает здесь нет такого переплата за бренд салон у гайи это сильная сторона как у любого минивэна внешне естественно эта машина довольно таки сомнительно относительно скажем даже того же и псума да тот внешне более продуманный у гайи присутствует такой странный момент что она с разных ракурсов смотрится по-разному спереди она реально круто смотрится смотрите я даже сейчас в камеру вы посмотрите какой клевый ракурс нашел да вот она смотрится прикольно она такая стремительная даже маленечко у нее передняя оптика лексусообразная двойная да ну клево же но не дай бог подползти с к ней сзади вот эти узенькие фонари при наличии огромной такой попы делают вид у машины немножко неуклюжего бегемота ну опять же пишите комментарии кто че думает кто-то будет со мной согласен кто-то не согласен мне интересно будет почитать любое мнение 47 примерно метров длиной и всего метр семьдесят шириной серьезно даже недавно выпуск был про универсал про honda avancer он уже на 10 сантиметров шире конечно я не знаю почему для минивэна сделали достаточно узенькую такую компоновку мне кажется это все игрище вот такие были маркетинговые потому что одновременно с вот этой тройкой нади гай и вот ипсума были еще и таунайсы как раз и нишу микроавтобусов тоже надо было кем-то заполнять это же все-таки еще более крупные можно сказать минивэны нельзя было сделать одни модели лучше чем другие прямо кардинально чтобы у людей все-таки выбор был кстати о выборе я все время говорю в своих видео что европейские автомобили никогда не имели такого многообразия разнообразия моделей под вообще под любой вкус как японские для внутреннего рынка всегда много много большое разнообразие у той же тойота есть маленькие кейкары есть большие минивэны и только на посторонние рынки они выдают какой-то вот огрызок своих моделей вот какое-то считанное количество а сами пользуются большим разнообразием так вот именно вот тогда был расцвет того времени когда и мы в россии пользовались японским разнообразием модели гая на девять сантиметров длиннее чем ипсум и кстати на два сантиметра пониже она вообще из этой тройки самая низенькая она на сантиметра на два ниже завода я веду на стоковых колесах на стоковой подвески завода она ниже ипсума на 2 сантиметра она 1 на 4 сантиметра на самая люксовая можно сказать и самая низенькая ну естественно это все взаимозаменяемое поставьте стойки пружины от другой просто версии да и поднимется она у нас вот она приподнята ну то есть это не вопрос я имею ввиду завода что они так отличаются у нас здесь в багажнике есть конечно орудие массового поражения присутствует это вообще мощный такой тесак я думаю можно из джунглей конечно прорываться вот эта штучка крышечка вот такая пластиковая она на самом деле редкость и это действительно просто фетишный момент она ну не сказать что она как-то прямо обязательно здесь нужно но она на самом деле здесь нужно потому что обшивка то есть вот ковролинчиком все сделано то есть это по сути же вот видите в багажнике это крышка отсека который вот здесь еще внутри есть но она сверху тканевая то есть если у нас есть вот такая родная крышка это все-таки неплохо что она есть тем более она распространяется еще и на спинке третьего ряда сидений а прикиньте да многие даже не знают что эти машины имеют третий ряд сидений некоторые думают что их вообще там нету у нее здесь видите как классно отверстие под подголовники вот у нашего кстати подголовники то сняты уже третий ряд он просто открывается видите ничего здесь нет это чехлы вот как было бы это была бы вот эта крышка если бы ну допустим здесь был бы подголовник все вот она бы вот так закрывала спинку то есть можно класть даже что-то грязное в багажник одно сидение получается я придвинул максимально назад к нам а одно максимально вперед то есть там на самом деле на второй ряд уже сесть ну невозможно там все она вплотную придвинуто переднему ряду ну прилично метр да ну не у нее не универсал конечно мы немного выиграли ну скажем если ладно метр ну нет метр 15 все-таки потому что если учитывая что здесь будет дверь еще закроется метр 15 до далеко не во всех существует крепление под полку вот вверх ну вот здесь вот сверху опять же в каталоге это не объясняется от чего это конкретно зависит то есть такое ощущение что это реально дополнительно заказываемая на тот момент была опция вот эта полочка здесь сверху вот эти подушечки знаете как я как я долго искал вот такую подушечку себе в автобус ё-моё а тут даже с резинкой от трусов посмотрите шикарно вообще у меня есть очень сильное подозрение что это не гаевские сидения хотя на самом деле внутри салонах эти три машины три модели ну реально вообще один в один но просто я четко знаю что гаи характеризуется тем что здесь есть обычно столик то есть тоже пластиковая накладка ямочка под кружку под стакан и получается что второй ряд можно использовать как столики вот очень похоже что это такие надевские сидохи да хотя ну какая разница сиденья встали болтон да если даже вдруг их поменяли шевелятся точно так же как и должны были родные ну и бог с ним между прочим я даже не знаю плюс это или минус да что нету столика все равно им пользоваться вряд ли было бы удобно у нас второй ряд естественно регулируется наклон спинки и он не просто складывается его можно именно вот видите его можно под разным углом устанавливать вот у нас версия 7 местная по сути 1 2 3 4 5 6 7 они бывают еще с версии с капитанским сидением когда два отдельных сидения и они именно имеют посередке промежуток а у нас сидения имеют вот такие шикарные подлокотники вот когда умели делать подстаканники понимаете вот тогда их умели делать то есть не надо он идеально закрывается крышечкой причем крышечка не просто пластиковая бряк-бряк такая трясущаяся такая дребезжащая как вот кстати частенько бывает у свежих автомобилей тут есть резиновые пумпочки на которые кладется крышечка подстаканника вот этого понимаете то есть чтобы не было вот этого лязгающего звука причем кстати под подлокотники отдельные видите то есть это не один большой подлокотник а именно отдельные и причем сиденья второго ряда можно тоже сложить по отдельности то есть вот их она вот по такому принципу раскрывается где-то мы это уже видели до давненько такое кстати если уж на то пошло вот эта часть имеет снизу поддончик небольшой конечно не такой классный как например в эрнессе или в присаже ниссанах там вообще классные вот эти поддончики снизу но хотя бы так но я же на третий ряд хотел лезть вперед принципе я даже так пролезу ну вот кстати двигается она ведь вперед назад но здесь из-за подголовника и уже вперед больше не предвидишь поэтому я попробую пробраться так проем конечно реально легковой проем двери сомнительный не хочу больше там сидеть вылезает ну слушайте третий ряд вообще хорошо снабжается смотрите туалетная бумага здесь есть получается 22 подлокотника для третьего ряда вроде как мягенькие вот они покрытые велюрчиком да но открывается у нас только один левый вот он открывается но у правого хотя он вот не открывается у него тоже есть выштамповка под пальцы как бы ну то есть как будто бы он тоже должен открываться кто что знает по этому поводу пишите в комментариях интересно ну про вот эти кармашки по бокам я не вижу смысла что-то говорить потому что они на самом деле сразу уходят в техническую часть вот здесь воздуховод здесь у нас на ремень безопасности для третьего ряда опять же через эту нишу можно пробраться к фонарям ну чтобы лампочки опять же там допустим поменять то есть это скорее не карманы не для того чтобы туда что-то класть а это именно технические ниши то есть для ремонта для каких-то таких вещей это ниши для технических моментов хотя конечно туда можно домкрат затолкать вот он туда засунут в принципе да кстати любопытно что регулировка заднего кондиционера находится именно на третьем ряду где по сути кроме как детям больше никому делать нечего и получается что мы доверяем малыш не регулировать задний кондер да он тут на регулирует максимально уютно все минивэн прямо то что надо у нас конкретно на этой машине ездит девушка возит детей все как надо поэтому вот всяким таким вот атрибутом не удивляйтесь у нас салон конкретно этой комплектации достаточно неплохой потому что они бывают с горбиком а бывает без горбика то есть есть здесь одна навигация ради его все дела ну вы же понимаете да ну естественно вот сюда можно поставить какую-нибудь более современную каразерию или какой-нибудь пионер но вот мне даже нравится что в нашей конкретной машине все осталось как должно быть то есть это оригинальный тойотовский мафончик так я понял успокойся смотрите-ка родная даже радио работает я вот единственное знаю что телек не посмотришь на старых вот этих магнитолках потому что как ты чё не подключай ничего работать все равно не будет к самой кромке моря надо во владивостоке подъехать включаешь и он через море ловит японские те телепередачи да 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 это я не вру можете спросить у всех кто в владивостоке живет какой-то тут один канал прям показал ну так рябину разглядеть нужно было реально что-то ловил да да это прикол слушай как актуально там прямо кожаных салонов в этой тройке не бывало но в любом случае это естественно наш любимый японский велюрчик жду ваши комментарии по поводу перешива вот этих передних карт задние до задних еще не дошли как раз вы сможете сравнить обязательно напишите вот владелец сделал сам мне кажется неплохо получилось тем более даже ткань какая-то такая мягонькая приятно здесь есть маленький столичек посередке который тоже можно убирать мой самый любимый момент смотрите это одна из немногих машин у которых подстаканников здесь два они один с левой стороны для переднего пассажира хотя тоже вот этот нижняя часть которая дно у подстаканника она тоже хлипкая достаточно бог с ним но зато их здесь два именно есть и левому левому да и тому кто слева сидит и правому то справа сидит еще из мелочей пищалки динамиков находятся в ручке двери приколитесь вот это специфический момент да то есть не где-то здесь допустим не на передней стойке а их засунули в ручку двери кстати о ручках двери между прочим сами хромированные ручки наружные у гайи замечательно устанавливаются вместо обычных пластиковых на короны на карины короны бочки там на колдины ну и соответственно ипсум и нади тоже у них они не хромированные а у гайи хромированные и можно его просто выковырить и болт он поставить на те модели прикольный момент не все кстати знают а я знаю потому что у меня была карина и я на нее поставил такие блестящие ручки да 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 плане безопасности ничего особенного эти машины еще предложить не могли но естественно abs и конечно же две подушечки безопасности но печально да печально ведь в то время получается если они пошли с 98 года конкретно гайи то время уже были машины с боковыми подушками безопасности вполне могли бы и установить потому что если кому интересно завода когда они были эти машины новыми они стоили умну не не сказать что дешево я специально погуглил сколько это было если перевести ну учитывая курс иены на тот момент и учитывая курс иены на нынешнее время знаете сколько гая стоила бы новая завода почти 2 миллиона рублей представляете себе там типа пепельница еще какие-то вот непонятные такие кармашки вот это тоже и что то что что предполагалось реально под мусор она достается однако же классическая женская машина да чё только не найдешь так что можно было в мельничной паде на 30 рублей купить да 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 все короче я в бардачки больше не лазит ой 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 слишком мягкая подвеска все посыпалось крены крены да в плане подвески здесь вы тоже ничего особенного не увидите обычный макферсон Гайя началась в 98 году До этого был Ипсум И соответственно у Ипсума у нас Full time 4WD То есть постоянный полный привод Суровый, дерзкий, постоянный полный привод Я частенько во многих роликах Говорю, что это достаточно опасная штука Я в свое время это испытал на себе Постоянный полный привод зимой Если ты не потренировался Именно на своей машине Как она выходит из заносов Как она вообще себя ведет на скользкой поверхности Это достаточно опасная штука Так вот в Гайе полный привод тоже есть Но подключаемый Он подключается электроникой То есть даже там не классическая вискомуфта Ну всем понятная А именно электроника решает Когда подключиться полному приводу И у Тойоты это знаете ли не сильная сторона Вот электроника никогда не была сильной стороной В плане двигателей мне тоже Здесь все нравится Если это до рестайлинг Да, здесь мой любимый 3SFE Конечно в рестайлинге 3SFE тоже присутствует До 2002 года Но рестайлинг все-таки у всех ассоциируется Мы уверены точно, что он не протек нигде Он падла умеет где-то протечь И из-за того, что он наклоненный Он течет и прям все там заливает Но в любом случае Ремонт Ремонт 3SF всегда обойдется дешевле И капиталка его всегда обойдется дешевле А мы же говорим уже по сути О достаточно старых автомобилях И ремонт двигателя вполне может с вами случиться И если это будет 3S, он обойдется дешевле А непосредственный впрыск В те годы Непосредственный впрыск еще не развился настолько Чтобы быть действительно надежным У современных, у новых Toyota У них непосредственный впрыск практически у всех Ну то есть это уже считается нормой, да? Ну потому что это вроде бы экономично И в то же время эффективно Ну то есть это все такое с нюансами И поэтому я, покупая старую машину Предпочел бы лучше простой дубовый мотор Да, он чуть побольше бы жрал Да, возможно он через какой-то момент Или в зависимости от того Как этой машиной пользовались предыдущие хозяева Может начать масложорить Но это все решаемо Да и вообще 3S как двигатель Он ремонтируется в 90% случаев По инструкции в гараже Просто, ну да, может быть вы там Его не будете самостоятельно капиталить Но 90% операций, которые требуются по ремонту Вы сможете выполнить самостоятельно Ну я серьезно, я отношусь к таким машинам однозначно То есть если ты ее покупаешь Допустим, скажем Вот сейчас они достаточно весомо стоят за 400, да, например Полтинничек еще отложи на то Чтобы устранить в ней какие-то недостатки Если они вдруг выявятся Опять же, я всегда всем говорю Ничего страшного в принципе нету В непосредственном впрыске Если бы у нас был хороший бензин А у нас бензин так себе Дизельные версии бывали гай Но дизель там серии C 3CTE Это печаль Я уже не в первом ролике говорю Что C серия дизелей У Toyota это максимально неудачная серия дизелей Именно в ремонте они сложны и дороги Ну неспроста в большинстве дизельных Toyota тех времен В случае поломки такого дизеля Его даже не задумываясь там Не думают Ой, может я его откапиталю Может мне его отремонтировать А просто берут и свапают Вот на такой бензиновый триэс Так что дизельные версии Как по мне это не очень удачная идея Покупать особенно пожившие У них в принципе небольшой ресурс В общем я дизельные версии не люблю Это мое конкретное мнение У нас сейчас загрузка у машины 3 человека Я не буду замерять разгон Конечно все-таки 3С Ну 3-135 лошадей Ну что Но мне хочется конечно поднажать Жалко что коробка просто только с кнопкой овердрайва Здесь и у нас нету кнопок power, manu То есть мы не можем принудительно заставить коробку крутить в красную зону Ну по крайней мере просто нажать овердрайв То есть убрать четвертую передачу и нажать в пол Вау! Не подождите, это не так делается Сейчас я вам покажу как надо делать Вау! Смотри как быстро! Я вам так скажу, я заранее знаю, что здесь было бы секунд 14 где-то так То есть где-то секунд 14 Потому что у меня есть видео про то, где мой микроавтобус гоняется Мы прям устроили гонку, драк заезд С Таунейсом, который поновее и у него такой же 3С Да, на автомате В общем ребят, давайте пишите активно комментарии Такая машина, я уверен, была чуть ли не в каждой второй семье Вот в Сибири у нас, по крайней мере точно, в Приморье По-любому, папа, дедушка, мама, кто-нибудь ездил на такой машине У вас были какие-то эмоции, впечатления? Пишите активно комментарии Комментарии, репосты, лайки обязательно И всем пока! Не забывайте про канал в Дзене И про то, что мы сейчас частенько начинаем вести стримы Всем пока! Ю-у-у, давай еще раз выдавим что-нибудь!